Принцесса В серебряном дворце Очнулась и закончилась смешная Эта пиеса Стал нищим мой отец-король На золотом крыльце Закрыв глаза я думала Что принц ко мне примчится И я в окне увижу волшебный лимузин Но линия судьбы моей сказала Что у принца на полдороге К счастью закончился бензин Я белая ворона И мой король без трона И мой дворец без крыши Костер мой без огня Но где-то есть верона Цветет каштан в Париже И там весна и хорошо Везде, где нет меня Я приветствую всех на телеканале Беларусь 4 Это программа Добрый вечер, Гомель Друзья, на календаре 26 марта, понедельник И завтра день театра Ваши аплодисменты Ну а этот прекрасный вечер Открыла великолепная актриса Прекрасная певица И просто очаровательная девушка Актриса Гомельского областного драматического театра Татьяна Кондратенко Ваши аплодисменты Спасибо Танюш, огромное спасибо Что в твоем плотном репетиционном графике Нашла время прийти к нам Отметить это великое событие Завтрашнего дня День театра, кстати Присаживайтесь Даша немного рассерялся С чего хотел начинать свой эфир Вот признаюсь честно До этого и эту песню слышал И спектакль видел И в какой-то момент мне даже показалось Что именно с этой песней Однажды ты придешь ко мне в эфир Ну а теперь мне очень радостно Что так вот близко прямо находимся Мы можем пообщаться Все-таки чудеса в канун дня театра Встречаются, случаются Друзья, давайте поаплодируем Всем нашим гостям И тем людям, которые создаются нам чудо Под названием театр Международный профессиональный праздник Всех работников театра Будет отмещаться по всей планете Завтра, 27 марта Это праздник традиционно проходит под девизом Театр как средство взаимопонимания И укрепления мира между народами Ну а сегодня в студию доброго вечера Соберутся представители всего театрального мира Гомеля Нам есть о чем поговорить Я уверен, что вам тоже есть что сказать театру Напомню, что мы работаем в прямом эфире Поэтому присоединяйтесь к нам Звоните к нам в студию Ну и наш вайбер также готов принимать Ваше послание и сообщение Вопрос нашего эфира Любите ли вы театр? Не стесняйтесь, пишите Мы начинаем Весь мир театр в нем женщины, мужчины, все актеры И каждая не одну играет роль Не безосновательно утверждал Шекспир в комедии Как вам это понравится? Безусловно, каждая из нас играет в этой жизни свою определенную роль И от нашего таланта, мастерства и профессионализма Зависит не так уж и мало Именно поэтому день театра это не только всемирный Это и общий человеческий праздник Друзья мои, под ваши бурные аплодисменты Я хочу пригласить моих гостей Гомельский областной драматический театр Сергей Гульчин, Татьяна Гончарова Здравствуйте, рад вас видеть Здравствуйте Проходите Добрый вечер Во-первых, спасибо за ваш музыкальный подарок С которого начался наш сегодняшний эфир Там и Париж, и закончился бензин Вообще вот Или бензин Это о чем? Кто эта героиня? Это героиня из спектакля Дамы и гусары Режиссер-постановщик московский Валентин Сергеевич Варецкий Вот Это образ дендальской Он интересен всем На самом деле спектакль очень интересен Он очень легок Он очень добрый И те, кто еще не сходил, не посмотрел Я советую посетить Настоятельно рекомендую посмотреть Да, да, да И я думаю, будете довольны На нашем сайте, да, можно посмотреть Следующие спектакли Которые в ближайшее время будут И выбрать удобный подходящий день Ну, к слову сказать, что Достаточно большое количество Интересных спектаклей появилось За последнее время Радуется премьерами Особенно в канун Дня театра И много чего подготовили И на дни летних каникул Но обо всем по порядку Друзья мои Сергей, вот говорят, что Для зрителя театр начинается с вешалки А для вас, служителей Я даже не назову работников Служителей театра Ну, театр, это для многих И для меня, это праздник Праздник для души То есть, получается, вы А любой праздник начинается с подготовки Вы на праздник каждый день Мы на работу, а вы на праздник А мы на работу, как на праздник Получается, что у меня театр начинается с подготовки С подготовки к спектаклю, к премьере Это такой тщательный процесс И когда нравится материал, нравится премьера, будущий спектакль, то всегда это приятная подготовка. Татьяна, ну а для вас с чего театр начинается? Для меня театр начинается с проходной. Подходишь к театру, входишь, и вот этот запах, это очарование, этот запах кулис, запах сцены, непередаваемый ничем. Поэтому для меня театр начинается с этого, и, конечно, с людей, которые служат в этом театре. День театра будет отмечаться завтра, но мы уже к этому событию готовимся сегодня в прямом эфире. И, кстати, именно сегодня в честь Дня театра состоялось открытие выставки под названием «Театр в красках». Расскажите, что это за проект и что там можно увидеть? Ну, первый раз мы решили показать работу театра не просто актерски, но и сценографию. Это у нас в театре работают художники. Главный художник Татьяна Стысина и Александр Ключкович. И вот их, они не просто делают костюмы, декорации, но у каждой еще есть свои какие-то увлечения, помимо работы в театре. Вот, допустим, Александр Ключкович, у него великолепная живопись, которая выставляется на выставках и за границей. А Татьяна Стысина известна своими мастерскими костюмами, которые она изготавливает. Вот на этой выставке как раз эскизы этих костюмов. Поэтому выставка очень интересная, замечательная. Она сегодня открылась в библиотеке Герцена. Приходите, наслаждайтесь. Поддержим аплодисментами открывшуюся выставку. Друзья, вы знаете, здесь у нас есть пригласительный билет в Гомельский областной драматический театр. Вот, кстати, он у меня в руках находится. И вы знаете, кто-то из вас сегодня станет счастливым обладателем этого билета, но его нужно заслужить. Вопрос эфира у нас следующий. 30 марта состоится премьера спектакля «Мистического детектива» в двух действиях. Ваша сестра и пленница. А теперь, внимание, вопрос. Назовите, пожалуйста, имя режиссера этого спектакля. Звоните к нам в студию, присоединяйтесь к нашей беседе, ну и, конечно же, постарайтесь правильно ответить на заданный вопрос, и этот пригласительный билет достанется кому-то из вас. Друзья мои, на ваш взгляд, вот есть театр искусства, который существует уже не одну тысячу лет. В современном мире не вытесняет ли театр такие вот виды искусств, как телевидение, то же самое, интернет? Наверное, неоднократно приходится слышать такие вопросы. Ну, театр — это живое искусство. Это непосредственное соприкосновение с человеком, с живым человеком, действующим на сцене. И то, что зритель приходит, видит в театре сегодня, он не увидит этот же спектакль, если придет в другой раз посмотреть, он увидит совершенно другой спектакль. Потому что то, что рождается сегодня, оно не рождается завтра. Завтра рождается что-то другое. Хотя вроде одна пьеса, один режиссер, одни актеры, но каждый раз он звучит по-разному. Поэтому возможности театра гораздо шире. И для людей, которым очень важно вот это живое общение человеческое, ведь говорят, кто такой актер? Актеры — инженеры человеческих душ. Какая интересная формулировка — инженеры человеческих душ. Поэтому человек, приходя в театр в первую очередь, приходит за живой эмоцией, живым общением, живыми глазами. А интернет, а телевидение — это другой немножко вид искусства, особенно кино наше современное. Ну и предыдущее, скажем, и раньше кино — это все равно некий застывший момент, тот, который когда-то тебе отсняли, один, второй, третий дубль, выбрали более удачный. В театре этого уже нет. — Совершенно соглашусь, Татьяна, еще добавлю, что всегда сохранится потребность живых переживаний. А их, они, возможно, сопереживания, это возможно только при просмотре спектакля, когда живая энергетика актеров и все зрители — участники этого спектакля. И вот эта потребность, она вся сохранится в людях, получать живые эмоции. У нас уже сейчас появятся живые эмоции в эфире. Кто-то из наших зрителей присоединился к нашему разговору. Алло, здравствуйте, добрый вам вечер. — Добрый вам вечер. Я очень рада видеться Гонсей в вашей студии. — Ну, мы очень рады слышать вас. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут, откуда вы звоните? — Я звоню из Гумеля, меня зовут Ксения. — Ксения, очень приятно. — А любите ли вы театр, Ксения? — Я его просто обожаю. И я вся в театре. — Ну, наверное, у вас есть какие-то пожелания в честь завтрашнего праздника, Дня театра? Что вы пожелаете всем, кто нам этот праздник задает? — Я всем англорам желаю от души творческих вдохновений. После спектакля пускай у них будет всегда хорошее настроение, потому что мы стараемся, обстоятельно, аплодисментами от души поблагодарить их за такую замечательную работу, которую они для нас это делают. Спасибо вам большое. — Спасибо вам большое за звонок. Ну и, наверное, вы позвонили к нам попытаться выиграть пригласительный билет в Гомельский областно-драматический театр. — Да, дело в том, что я следила уже за афишей, я просто увидела, что фамилия Разумовская, ваша сестра и пленится, правильно? — Это автор пьесы. — Пьесы. — Это автор пьесы. Но, возможно, вы назовете, кто же режиссер этого спектакля? — А, нет, этого я не назову. — Ну, в любом случае, эти аплодисменты вам. Итак, друзья, напомню, наш вопрос. 30 марта состоится премьера спектакля «Мистического детектива в двух действиях. Ваша сестра и пленница». Внимание, вопрос. Назовите имя режиссера этого спектакля и позвоните к нам в студию. Возможно, кому-то из вас достанется вот этот вот замечательный пригласительный билет на двух человек на этот спектакль. Кстати, о премьере расскажите немножко. Что за спектакль? — Спектакль? — Только не называйте имя режиссера. Это наш вопрос. — Всегда о премьере говорить сложно, когда еще процесс подготовки идет, еще и генеральные прогоны, репетиции. Никогда не угадаешь, что получится. — Ну вот я уже увидел на улицах афишу, меня зацепило то, что это мистическая пьеса. — Мистическая, да. Вот в этом жанре, надеемся, что он выдержится. Обычно, если режиссер подбирает жанр мистическое, значит, должен такой и спектакль быть. Ну, в нем заняты ведущие актеры. Театра тоже не буду называть, пускай будет сюрпризом для зрителей, так и режиссерские работы. Ну, исторические, костюмированные. Поэтому должно в любом случае интересно быть. — Ну что ж, тогда остается всех пригласить на премьеру, и пока что до премьерного дня не раскрывать никаких тайных интриг. Татьяна, ну вот позвольте раскрыть небольшой секрет нашего разговора за рамками этого эфира. Вот вы признались, что перед каждым спектаклем тоже испытываете чувство трепета, волнения перед выходом на сцену. Неужели до сих пор, неужели даже в тех спектаклях, которые, знаете, вдоль и поперек, выходили уже десятки раз? — Обязательно. Обязательно. Волнуешься до того момента, просто жутко, как будто это премьера, пока не зазвучат первые звуки, и пока ты не появился перед зрителем. Вот только ты выходишь на сцену к зрителю, и вот эта вот волна взаимная, ты зрителю, а зритель тебе отдает свое тепло, свое внимание. Конечно, вот до этого момента идет жуткое волнение. — Вот в жизни не подумал бы. — Почему? Я и перед эфиром волнуюсь, я волнуюсь, я еще, допустим, работаю с ребятишками, веду в школе модели мастерства актера. Я и перед каждым занятием очень волнуюсь, пишу себе план, что сказать, продумываю, если это не пойдет, что дальше сделать. Я всегда очень волнуюсь, потому что, ну, это ответственно. — Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте. — Здравствуйте. — Как вас зовут? Давайте с вами знакомиться. — Да, опять я, Ксения. Может быть, я попробую еще? — Ну, давайте мы поддержим вас аплодисментами. — Спасибо. — Итак, Ксения, попробуйте, кто же все-таки режиссер этого спектакля мистического? — Алло. — И? — Борис Морозов? — Ну, нет же ж, нет, и пока что пригласительный билет. Остается у нас. Ксения, спасибо вам большое за ваши попытки. Ну, все-таки я уверен, что кто-то из зрителей получит пригласительный билет на примеру этого спектакля. Ну, а мы продолжим рассуждать и о театре, и о завтрашнем празднике. Татьяна, есть ли в актерской среде какие-то традиции, обычаи? Как подготовиться ко дню театра? — Затрудняюсь ответить, если честно. — Или, как всегда, актеры проводят этот вечер на сцене? — И на сцене бывают. Ну, как получается, но в основном в театре. Поздравляют друг друга. — Сегодня, кстати, не просто преддверие дня театра, сегодня еще и начало каникул. Так что всех детишек можно поздравить с началом этого прекрасного сезона. Ну, у некоторых, я знаю, каникулы начались еще в субботу. Но, если верить школьному календарю, то каникулы стартовали именно сегодня. К этому периоду вы тоже подошли основательно. Расскажите об этом проекте. — Абсолютно. Мы решили в дни школьных каникул для детей приготовить такой сюрприз. Собрали все самые любимые сказки. И у нас каждый день для школьников, для младших школьников разные сказки. — Разные сказки какие? Те, которые есть? — Которые есть у нас в репертуаре, выбрали самые любимые. — Кстати, а как проходил выбор? — А выбор — это по касте. Какой спектакль больше всего ходят людей. Посмотрели, что больше всего любят, то и поставили. — Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте. — Алло. — Алло. — Давайте с вами знакомиться. Рада вас приветствовать на нашем добром вечере. — Здравствуйте. Меня зовут Ирина. — Очень приятно, Ирина. Любите ли вы театр, Ирина? — Конечно. — Как часто вы ходите в ваши любимые актеры, спектакли? — На все премьеры практически всегда посещаю. Да, любимые актеры. Ефимова, Корхова, Кондратенко. — Ну и вы знаете, Ирина, есть, наверное, у вас шанс, что-то мне подсказывает, пойти на очередную премьеру прямо от нашего доброго вечера. Повторить вам вопрос. — Ну, вы спрашивали о режиссёре, да? — Да, 30-го числа премьера. — Режиссёре этого спектакля Яков Натап. — Ну, конечно, эти аплодисменты вам. Ну и, собственно говоря, этот пригласительный билет, Ирина, тоже достается вам. Так что не кладите трубочку нашим редакторам за рамками эфира. Оставьте ваши телефоны. Мы с вами после эфира обязательно свяжемся. — Не могу не спросить о том, какие же, что же ожидает театралов в этом сезоне, какие гастроли, какие премьеры и чем готовы удивлять? — Ну, в ближайшее время у нас прямо международные гастроли. К нам приезжает Орловский театр «Свободное пространство». Начало 19 апреля начинаются гастроли. А мы это время, обменные гастроли, будем находиться там. Этот театр уже хорошо знают, они зрители гомельчане полюбили, они часто у нас бывают. А вот на осень у нас запланирован большой проект гастрольный. Осваиваем новые территории, новую географию. Будем обменные гастроли делать с Ставропольским академическим театром. — А Ставропольский, получается, впервые к нам? — Да, первый раз. Мы периодически стараемся всегда найти новый регион, где мы еще не были, или тот театр, который у нас еще не был, приглашаем. Всегда очень интересно. И в плане по обмену опытом, и посмотреть творческий репертуар театра, чем живут. Это всегда очень полезные обмены такие. Потом с нетерпением, надеюсь, что это получится у нас в сентябре месяце. Обменные гастроли со Ставропольем. То, что касается премьеры, одна стартует вот 30-го числа. Уже можно приоткрыть театральный занавес, театральную закулисью и рассказать, кроме мистических представлений, чем же будете радовать, удивлять? — Если это, конечно, не театральная тайна. — Ну, любой спектакль — это уже удивление. Всегда в каждом спектакле есть чем-то, что удивляет зрителя. Это может быть и сценография, и актерское мастерство, и режиссура. В данном премьере у нас такой актерский ансамбль, который, я думаю, порадует всех зрителей. Это и народная артистка Люмила Константин-Корхова в главной роли, и вот то, что называли Ефимова Светлана, как раз вот выиграли билет на любимых артистов. Ну, и в этом такой масштабный спектакль занята почти вся труппа. Поэтому будет зрелищно. — Еще такой вопрос, не могу его не задать. Мы уже все привыкли к тому, что достаточно часто в Гомеле проходит фестиваль «Славянские театральные встречи». Будет ли фестиваль в этом году? — У нас в последнее время фестиваль проходит раз в три года. И поэтому вот только что был в прошлом году, теперь через год пропускаем. Ну, взамен этого вот такие гастроли большие делаем. Так что все равно будем радовать зрителям. — Отлично, друзья, эти аплодисменты вам. Мне остается поздравить вас с наступающим профессиональным праздником. Радуйте нас вашим творчеством, вашим искусством. Ну, и не забывайте приходить к нам на добрый вечер и рассказывать о закулисных тайнах и о театральных секретах. Спасибо вам большое, друзья. После рекламы увидимся в этой студии. И на рассвете я уйду в туман. Меня так манит его пелена. И на рассвете я уйду в туман. Тихим призракам уйду в туман. И на рассвете я уйду в туман. Меня так манит его пелена. И на рассвете я уйду в туман. Тихим призракам уйду в туман. Грусть прошила ум. Правда, вино несовершенная. Слабый лист, лепесток. Разгадал ретрум. Головою паник. Я устал от людей. От их слепоты. Сплети мне яркий венок. Разожги яркий костер. Успокой, обними. И я буду готов в суете сует. Выйти из тени в свет. Свой оставить след. И на рассвете я уйду в туман. Меня так манит его пелена. И на рассвете я уйду в туман. Тихим призракам уйду в туман. И на рассвете я уйду в туман. Меня так манит его пелена. И на рассвете я уйду в туман. Тихим призракам уйду в туман. Безобразно все. Безобразно все. Где мой проводник? В иное кино. Все вопросы добью. Сухое добью. Пьяный маленький принц. Не сетует на судьбу. Клин клином вышибаю. И буду вышибать. Чернилами или кровью. Сонеты сочинять. Во мне тысячи я. В тебе тысячи ты. Родная, прости. И на рассвете я уйду в туман. Меня так манит его пелена. И на рассвете я уйду в туман. Тихим призракам уйду в туман. И на рассвете я уйду в туман. Меня так манит его пелена. И на рассвете я уйду в туман. Тихим призракам уйду в туман. Друзья, вторую часть нашего вечера открыл прекрасный артист Гомельского молодежного театра Дмитрий Попченко. Дима, здравствуй. Добрый день. Здравствуйте. Поддержим аплодисментами. Присаживайся. Ну и к нашему разговору я хочу пригласить заместителя директора Гомельского молодежного театра Оксана Пьенкова. Сегодня у нас тоже в гостях. Здравствуйте. Везде по гастролям. С премьеры на гастроли, с гастроли на премьеры. Ну вот достаточно сложно поймать любого театрального деятеля, тем более с дирекцией. Но все-таки в преддверии дня театра всякое происходит. Оксана, Дима, ну вот сколько существует молодежный театр, уже и были ответы на эти вопросы, но все-таки почему же театр называется молодежный? Рано или поздно этот вопрос появляется. Позвольте, я немного вспомню историю. Да. Наверное, уже все знают, что наш театр образовался в 1991 году как независимый театр на средства и по инициативе гомельчанина Григория Фиглина. И некоторое время он существовал как независимый театр, но после гибели его основателя дело продолжила сестра его Галина Шоффман. И в 1999 году она обратилась к городу, чтобы сохранить театр, обратилась к городским властям за помощью. А в то время, в 90-е годы, было очень популярно и развивалось повсеместно по Белоруссии театральное и студийное движение. Открывалось очень много театральных студий разнообразных. И государство много уделяло внимания молодежным инициативам. И так получилось, что когда стал вопрос, как же назвать театр, у нас есть областной драматический театр, а как же назвать еще один, который не менее важен и интересен городу. И вот на волне вот этих вот театрального, на этого вот театрального студийного движения и родилось такое название. И наш театр получил название Гомельский экспериментальный молодежный театр-студия. Это полностью название? Да, это такое было у нас полное название, красивое и длинное. Вот. С этим названием мы прожили определенные этапы свой период времени. Вот театр искусства живое, и оно всегда реагирует на те реалии, в которых мы существуем. И вот в 2008 году мы, сохраняя статус государственного учреждения, которое мы получили в 99-м году, мы получили новое название Гомельский городской молодежный театр. То название, которое мы с гордостью сейчас и... И к которому уже все давным-давно привыкли. Да, и вот к этому названию уже все привыкли. Аплодисменты. 10 лет, да, 10 лет нашему названию в этом году. Ну, десятилетие, я так понимаю, вы отметили недавние премьеры. Это спектакль «Летели качели». Да, это наша последняя премьера. Расскажите немного, довольны остались сами та премьера? Вы знаете, эта премьера, я бы сказала так, полностью оправдывает наше действительно название молодежного театра. И мы стараемся в своих спектаклях для наших зрителей поднимать, обсуждать, рассказывать, показывать современные молодежные какие-то проблемы тех, которые существуют в нашей жизни. И вот этот спектакль один из спектаклей такого направления. А как работалось вот над этим спектаклем, наверное, расскажет Дима. Что мне расскажет? Дим, если я не ошибаюсь, то режиссер спектакля впервые работал и на этой сцене, и с вашей командой. Расскажи, поделись впечатления. Ну, во-первых, Денис, привет, если там смотришь. Денис, его зовут Паршин. Вот он из Минска. Я хочу сказать ему большое спасибо вообще за репетиционный процесс. Вот. Он из нас сделал команду. У нас был творческий, мощный репетиционный очень процесс. То есть мы все вместе, все вместе, то есть режиссеры и артисты, мы все вместе придумывали это все. Мы вместе все это делали. То есть он нам давал почву для размышления, для нашей фантазии. То есть ему большое спасибо за тонкость, за какой-то такой гибкий ум и одаренность. Если у меня верная информация, то попасть на этот спектакль, если прийти купить билет в кассе, то сейчас пока не представляется возможно. Я не продаю билеты, я не знаю. Ну, судя по залам, всегда нет мест. Да, нет мест. Нет. Ну, у кого-то сегодня из наших зрителей появится возможность отправиться именно на этот спектакль, верно? Да. Друзья, сегодня у нас еще один пригласительный билет, который достанется кому-то из вас, но не просто так, нужно ответить на вопрос. Все дело в том, что недавно, буквально на этих выходных, молодежный театр принимал участие в театральном фестивале Март Контакт. Международный театральный форум Март Контакт в городе Могилеве. Вот буквально во днях. Буквально недавно вернулись. Внимание, вопрос. Какой же спектакль молодежного театра был представлен на этом международном фестивале? Звоните к нам в студию, поздравляйте наших гостей с завтрашним праздником, поздравляйте весь театральный мир и у кого-то из вас появится шанс отправиться на спектакль «Летели качели». Дим, второй блок нашей программы открыли твои песни и, насколько я знаю, ты автор и исполнитель лирического хип-хопа, так обозначается твое направление. Расскажи немного, если честно, впервые столкнулся с таким понятием. Ну, это хип-хоп, есть такой жанр музыки, хип-хоп, лирический хип-хоп, потому что вот я как бы пишу песни. Кто-то подсказал название? Да нет, я сам просто, да это уже давно было. Ну, сам я придумал, сам у тебя такое название, так себя обозначил. Ну, хип-хоп, как хип-хоп, все знают, наверное, что такое хип-хоп. Ну, естественно, конечно. Я думаю, конечно, да. А лирически, ну, я в песнях там рассказываю про свое какое-то внутреннее состояние, о своем настроении. Вот и вся лирика. Пишешь сам? Да. Музыку, ну, музыку я делаю на различных программах компьютерных, хотя я ни на одном инструменте играть не умею. Просто у меня хороший музыкальный слух. За это тебе аплодисменты. Наверное. АПЛОДИСМЕНТЫ Насколько, много ли, в какой мере твое мастерство исполнения хип-хопа помогает, например, в спектаклях? Просят ли режиссеры, Нет, совершенно верно. Есть же разные спектакли. Мы, артисты, можем заниматься чем угодно на спектаклях, понятно, и танцевать чечетку, и речитативить, да, каким-то образом. То есть вот есть спектакль, где, по-моему, что-то я даже речитативом очень быстро... То есть может же так... Да, что-то речитативом быстро, по-моему, какой-то есть спектакль, я что-то воспроизвожу, не помню. Ну, помогает каким-то образом. Чувство ритма. Возвращаясь к международному фестивалю Март Контакт, расскажите немного, а что это за фестиваль, кто на него приглашается? Это, в общем-то, достаточно известный такой театральный... И как вы туда попали? Известный театральный форум. Надо сказать, что наша поездка в этом году со спектаклем, это уже вторая наша поездка на этот международный театральный форум, первый раз мы туда съездили два года назад. В этом году принимает участие, наверное, порядка 27 театральных коллективов из различных стран, это не только Беларусь, это и зарубежье, вот и очень дальние. Работы всегда очень интересные. И Март Контакт, он направлен так, чтобы зрители могли познакомиться с современными театральными тенденциями, с какими-то поисками, с какими-то экспериментами, с чем-то новым, интересным, необычным, не совсем привычным, возможно, там для просто зрителей, которые ходят на наши спектакли. Это всегда какой-то поиск, что-то новое. Там очень много мастер-классов проводится, обсуждений, творческих встреч. То есть это такая вот, я бы сказала, лаборатория для молодых актеров, режиссеров, театралов, зрителей. Мальгилевчане очень любят этот спектакль, особенно молодежь, и их всегда очень много приходит. У них есть даже свое такое жюри, наверное, зрительское, которое тоже оценивает спектакли, помимо критика. Ну и, наверное, само название «Март.Контакт» уже определяет то, что фестиваль проходит только в марте. Да, да. Обычно всегда вот в эти дни, где-то в 20-х числах, и, как правило, он заканчивается 22 марта, в день театра. Наверное, в этом есть определенный какой-то символ искусства. А тем временем к нам присоединился кто-то из наших зрителей. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Я хочу поздравить вас с таким замечательным днем. И вот прозвучал в вашем эфире вопрос, какой спектакль был представлен в Умирске молодежным театром. На фестивале «Март.Контакт». Давайте для начала с вами знакомиться. Я помню, читала в интернете. Давайте для начала с вами знакомиться. Меня зовут Елена. Очень приятно, Елена. Откуда вы звоните? Я звоню из города Гомеля. А театры часто посещаете? И вообще, любите ли вы театр? Очень люблю театр. Практически все постановки молодежного театра я смотрела. Ну, 90% стран театров. Если езжу в Минск, обязательно хожу по театрам. Короче, очень люблю театр. Отлично. Ну и вопрос, помните, какой у нас прозвучал от молодежного театра? Спектакль «Метод». Верно. Ну, конечно, эти аплодисменты вам и пригласительный билет на двух человек. На спектакль «Летели качели», на который, кстати, по моим сведениям, билетов не докупится. Вы отправляетесь, если не ошибаюсь, 31 марта состоится. 19.00. Спектакль 19.00. Поздравляем вас. Спасибо. Ребята, вот даже не могу определиться, кому же адресовать вопрос. На ваш взгляд, чего сегодня хочет зритель? Наверное, больше к Оксане Владимировне. Может быть, я тогда начну. Дмитрий продолжит на свой взгляд. Вы знаете, социологические исследования, которые проводились вообще в театре, и социологи сделали такой вывод, что по вопросам зрителей, что основная масса зрителей, основной процент, приходит, любит больше комедии. Ну, приходит, наверное, за хорошим настроением. Но это на первый взгляд, я так думаю. Это кажется, что только за хорошим настроением. А вообще, в театр, я думаю, приходит за тем, о чем уже немного сказали наши коллеги с областного дематического театра, за эмоциями, за переживаниями, за тем, чтобы познакомиться, увидеть историю жизни человеческой, которую рассказывает театр в короткие жадкие слухи. Только в театре мы можем увидеть, ну, я не беру кино, мы можем увидеть жизни человека, жизнь человеческого духа на протяжении часа, полтора, двух, осмыслить и понять то, что человек осмысливает на протяжении всей своей жизни. И, может быть, найти ответ на тот вопрос, который волнует человека, зрителя сейчас. Может, у него есть похожая ситуация, или он сталкивается и не знает, как найти выход. Вот он видит, что происходит на сцене, он видит, какие поступки человека влекут за собой дальше, что в жизни складывается. И, возможно, он, ну, театр, когда ставит спектакль, он рассчитывает на то, что зрители будут думать, сопереживать и понимать о том, что происходит на сцене. И, значит, сделают для себя, что-то возьмут для себя. И, возможно, не совершат тех ошибок, которые они увидели. Может быть, научатся и любить близких и родних, и тенить вовремя, а не тогда, когда, может быть, это уже и поздно. Может быть, найдут, выберут для себя какую-то дорогу или путь, или интересное какое-то занятие. Я думаю, они приходят за тем, чтобы посмотреть и увидеть жизнь человека. Она, видишь, такая интересная. Куда бы ни завел до каких высот наш технологический прогресс, вот, чтобы там какие бы, чего бы мы ни придумали, все равно самое дорогое, я думаю, это человеческое общение. Это то, чего ни за какие деньги. Не купишь, то есть купишь, но это не всегда будет правда, верно? А никто не любит, когда его обманут. Все хотят смотреть в глаза, все хотят видеть искреннюю улыбку, искреннее чувство, любовь, заботу, нежность, доброту. Я думаю, вот за этим и приходит театр. Дим, может, есть что-то дополнить? Вообще ничего. Браво. Хорошо. Вопрос, может быть, скажите вот честно, идете ли вы на поводу у зрителя или все-таки ненавязчиво зрителю предлагаете то, что на ваш взгляд профессионалов-театралов должно понравиться? Этот вопрос немножко связан с тем, что я до этого рассказывала. Я думаю, знаете как, что значит на поводу у зрителя? Театр, он очень многообразен, как я говорила, и у людей разное настроение. Иногда человеку хочется отдохнуть и посмеяться, может быть, просто снять стресс. И в театре должны быть и комедии. Ведь комедия, комедия рознь. Есть очень умные, очень интересные комедии. Вы вспомните фильмы Гайдая, Гараш или вот эти наши классики, там Кавказская пленница, это комедия, но сколько в них мыслей, сколько в них добра, сколько в них любви, верно? Есть хорошие, интересные, умные комедии. То есть сейчас тенденция в этом направлении идёт на театральной сцене? Нет, 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 нет. Я не об этом хотела сказать. Я хотела сказать, что на поводу у зрителя нельзя в какую-то одну сторону, я думаю, театру увлекаться. Сейчас у нас последние постановки, наши премьерные, достаточно интересная работа. Работы серьёзные, работы такие вдумчивые, о нашей жизни, о наших проблемах, о тех событиях, которые происходят сейчас в современной жизни. Причём они рассказаны таким современным театральным языком, используя современное театральное средство. Поэтому мы идём на поводу, наверное, только тем, что мы выпускаем спектакли, мы предлагаем нашим зрителям интересную, хорошую, качественную работу. Ну и достаточно широкий выбор. Да, и достаточно широкий выбор. Если это можно сказать, что мы идём на паузы зрителя, да, мы выпускаем премьерные спектакли. Эти аплодисменты вам. Давайте послушаем ещё один телефонный звонок. Алло, здравствуйте, добрый вам вечер. Здравствуйте, Александр, гость в студии. Здравствуйте. Меня зовут Герасим. Очень приятно вас слышать. Во-первых, поздравляю всех гомельских театральных деятелей с праздником театра и желающим успеха. Спасибо. Герасим, а вы часто ходите в театр? И вот вопрос нашего эфира. Любите ли вы театр? Я люблю театр, но хожу очень редко. Хочу подарить все творение театр. Не марю я сябры про сцену. Писал житё я на паперу. Теперь сказать хочу я щиро, а не поводля слов Шакспира. Наше житё, театр, беспречно. Шакспир мая рацию, конечно. Но люди им играют роли не по его, по Божьей воле. А значит, треба тут одразу. Пытание есть, нема отказу. Не люди роли выбирают, а роли их в житте чакают. Лёс, як наивеликший комбинатор, и он наш помощник и новатор. Житё, гульня або забава, рашая ён. Яго тут справа. Бо кожное житё есть Божжый дар, где кожный человек, слуга и господа. С праздником вас! Спасибо вам большое за замечательные стихи. Спасибо вам за ваш звоночек. Друзья, мне также остаётся поздравить вас с праздником, поблагодарить за то, что в вашем плотном графике, несмотря на то, что очень сложно найти время вырваться к нам на добрый вечер, вы всё-таки смогли это и сделали. Радуйте нас премьерами, приглашайте в театр и нас, и зрителей. Ну а мы продолжим наш вечер, посвящённый завтрашнему празднику, Всемирному дню театра. Через несколько минут реклама пройдёт быстро, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова 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 Небесная А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова служу вот и вот из последних спектаклей которым я подарил свою пластику свой голос это была премьера храбрый партняшка вот у нас вот как раз вот были вот новогодние когда утренники вот у нас была премьера спектакля храбрый партняшка вот у меня там как раз был главный голос главного героя партняшки я добавлю если позволить ну во первых он полтора года отдавал священный долг служил армии из этих пяти с половиной лет вот и когда пришел из армии понимаете мы же немножко отличаемся от нормальных театров всегда знали что кукольники они ненормальные поэтому у нас кроме того что человек должен обладать нормальным голосом нормальной пластикой он еще должен уметь оживлять неживую тебе дали чурбан какой-нибудь или кусок тряпки и сделай из него персонаж вот этому мы пытаемся научить наших актеров у него получается а есть и вдобавок еще есть какая-то внешность более менее нормальная вокальные данные уже вся кумельская область оценила ну я думаю что и внешность тоже главное чтобы это оценили мы давайте оценим артема шилова нашими бурными аплодисментами ну а к нам кто-то уже в студию дозвонился кто-то из наших любимых зрителей алё здравствуйте давайте с вами знакомиться здравствуйте людмила дмитриевна откуда вы к нам звоните и в гонгеле очень приятно любите ли вы театр да я люблю театр конечно как часто вы посещаете может есть кто-то скажем так из театральных любимчиков есть вот артем шилов но и да 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 ну и я так понимаю что у вас есть вариант на сценарий нужно сесть и вместе с ним подняться ну посидеть на на сценарий нужно сесть посидеть с ним и стать с ним совершенно верно эти аплодисменты вам за то что не только любите театр но и знаете многие театральные суеверия спасибо вам за звоночек за то что смотрите наш эфир за то что этот добрый вечер проводите вместе с нами на телеканале беларусь 4 оставьте ваши координаты нашему редактору на телефоне и после эфира мы расскажем где и как вы заберете ваш пригласительный билет на один из спектаклей в гомельский государственный театр кукол ну вот начали мы тему про то что необычный у вас театр так и зритель у вас особенный более требовательный более внимательный и подход к нему нужен не такой как к обычному взрослому зрителю ну зрители у нас тоже совершенно разный единственное что конечно 90 процентов наших спектаклей предназначены для детской аудитории подростковой а вот здесь как раз есть очень такое интересное деление от нуля до трех от трех до пяти от пяти до семи и мы для каждой категории возрастной зрителя стараемся ставить тот спектакль который будет интересен и который будет им полезен если спектакль страшный маленьким детям могут показывать нельзя потому что ничего хорошего он им не даст он их испугает и но у нас есть спектакли и для взрослых подождите мы еще не разобрались самой требовательной аудитории вот я уже о и у ребят из драматического спрашивал и из молодежного что хочет сегодня маленький театрал чего хотят маленькие зрители что наверное тут было уже сказано что наш век век технического прогресса когда да даже самые маленькие дети ориентируются в гаджетах которыми я например не знаю с какой стороны подходить тем не менее приходя в театр и сопереживая происходящему и участвуя в спектаклях а зритель наш непосредственно участник нашего спектакля потому что говорила вот оксана владимировна что театр дает эмоцию эмоции не бывает нейтральной она бывает либо положительно либо отрицательно мы стараемся чтобы те эмоции которые ребенок получает нашем театре не были положительные и еще правильно говорят детей не обманешь нельзя спальшивить ребенок фальшь чувствует сразу и вот самый дорогой из наших многочисленных дипломов из наших многозначительных наград которые театр заработал в последние годы самые значимые самые ценные для нас я считаю это награда международного фестиваля театров кукол который проходил в казахстане в городе октабе мы взяли гран-при приз за лучший спектакль но самое ценное это то что жюри было детское оно состояло из детей и это на самом деле вдвойне наверное ответственно было выступать во первых ответственно во вторых дети не обманывают они выбрали то что им понравилось на самом деле а ведь именно вашем театре если если я не прав вы меня поправьте и и меня именно в вашем театре есть спектакль которые были в кукольной атмосфере поставлены первыми в мире было такое поминальная молитва в кукольном театре была впервые поставлена у нас в театре сейчас уже вот поставили подмосковном театре огниво но ее поставили подмосковье в прошлом году у нас она идет уже 10 лет нигде не слышал чтобы в театре куков ставили психологическую драму ипсона геда габблер у нас идут тортюв у нас идет вишневый сад это то что для взрослых вы да у нас много спектаклей для взрослых у нас басни во фонтена для взрослых у нас даже такой спектакль универсальные сейчас это называется спектакль для семейного просмотра то есть те которые рекомендованы и детям и взрослым то есть и сам для совместного именно семейного просмотра это плих и плюх это привет красная шапочка с удовольствием смотрят дети и с удовольствием смотрят взрослого и каждый видит в этом что-то то чего ему интересно смотреть скажите а со временем с тех пор как вы начали ставить спектакли для взрослых зрителей поменялось ли у взрослых мнение о театре кукол что это не только театр для детской аудитории безусловно и когда мы показывали первые свои спектакли к сожалению первый спектакль для взрослых мы делали в 2001 году это был спектакль по драматической поэме янки купалы от вечная песня у нас не было стационара мы могли работать только на выездных площадках что конечно и для аудитории было не очень хорошо и для нас не очень удобно но тем не менее вот регулярные постановки спектакль для взрослых у нас начались с 2008 года и сегодня их в репертуаре 10 или 12 спектаклей ну вот и первым таким спектаклем уже с обретением стационара был спектакль поминальная молитва и многие когда посмотрели спектакль наши гомельский зритель они верили что это труппа театра кукол они горят а что приглашенная трупа или откуда и что даже немного обидно что недооценивали ну обидно но я вам хочу сказать к сожалению стационар в театре существует всего 9 лет и поэтому мы надеемся что мы еще будем завоевывать зрители куда-то уже распланировали свои гастрольные маршруты вот на весенне-летний сезон кого-то ждете с ответным визитом на вашу сцену ну во первых ждем у нас традиционно проходит обменные гастроли с каким-то одним из белорусских театров а иногда даже с несколькими я думаю что в этом году у нас будут обменные гастроли с могилёвым у нас в этом году скорее все будут обменные гастроли с белорусским государственным театром кукол из минска у нас в этом году обязательно будут традиционные наши гастроли с нашими партнерами из россии из брянска ну и вот мы приехали из тамбова я знаю что в этом сезоне мы уже побывали в армении мы побывали во владимире мы побывали в этом сезоне в коме айсасер в сахтовкаре в италии побывали в неаполе ну еще у нас предстоят множество фестивалей и гастроли надеюсь что все состоится детишек в дни весенних каникул чем будет радовать ежедневно идут спектакли детские разные спектакли тоже для разных категорий детей от скажем трех четырех лет по выходным будут спектакли и уже идут и для подростков скажем лет 12-14 вы знаете друзья хотелось бы продолжать наш эфир но время к сожалению с катастрофической скоростью становится все меньше и меньше а посему давайте будем поздравлять наших актеров наших режиссеров наши театры с их замечательным праздником и открою маленький секрет у артема есть еще один музыкальный подарок который символично завершит нашу программу артем расскажи что это за песня символическим названием сцена символическим названием только не не забудь говорить прямо в микрофон это песня символическим названием сцена как раз вот под наш праздник как раз и слова вот в точку то что мы переживаем день за днем в этой песне все есть ну а я тем позвольте александр еще буквально одну фразу ставить день театра это праздник не только актеров режиссеров и творческих людей я хочу поздравить всех служителей и работников театра от гардеробщицы и уборщицы до технических цехов до художественных мастерских и всех всех с наступающим праздником коллеги уважаемые программа добрый вечер также присоединяется к поздравлениям все кто причастен к театральному искусству не прекращайте аплодировать а лучше у нас друзья сегодня у нас зрителях наши маленькие гомельские театралы маэстро запускайте музыку ребята вы все выходите сюда давайте друг друга будем поздравлять и всячески благодарить за то что наши актеры дарят нам это великое искусство эта программа добрый вечер ну где же наша музыка окончен концерт и погасли огни как будто мы в мире остались одни и сладко и горько опять на душе пора по домам расходиться уже но занавес вновь поднимается ввысь мы снова выходим с поклоном на бист быть может мы главный открыли секрет ведь радости больше наверное наверное нет да здравствует сцена и счастье и боль и рабы огни и любимая роль да здравствует сцена и слезы и смерть и праздник который с любовью мы дарим сегодня для всех по вечному кругу бегут вновь и вновь не зная покоя две стрелки часов начало концерта антракт и финал и снова волнением наполнен весь зал и снова друг другу мы смотрим глаза и вновь как и прежде солгать нам нельзя быть может мы главный открыли секрет ведь радости больше и следы наверное нет да здравствует сцена и счастье и боль и рабы огни и любимая роль да здравствует сцена И слезы, и смерть И праздник, который с любовью мы дарим Сегодня для всех Да здравствует сцена И счастье, и боль И рампы огней, и любимая роль Да здравствует сцена И слезы, и смерть И праздник, который с любовью мы дарим Сегодня для всех С любовью для всех Субтитры создавал DimaTorzok